Всем привет, друзья! Добро пожаловать в каюту капитана Врунгеля. Хотел выпустить ролик вчера, поздравить всех русских, советских, российских моряков с праздником, днём основания российского флота. Но вот по техническим причинам не смог, всё оказалось в расфокусе, поэтому поздравляю всех моряков с прошедшим праздником, желаю 7 футов под килем. Вчера в этот день царь Пётр в 1696 году постановил, что российскому флоту быть. У нас привыкли парафинить российский флот и чаще всего не зря, но сегодня речь пойдёт про другой флот, про флот Новой Зеландии. Да, есть и такой. Поэтому я сейчас поменяю униформу. На мне сейчас фуражка капитана Королевских Британских Военно-Морских Сил. Ну, Новозеландские недалеко от них ушли. И у нас в экипаже пополнение. У нас тут появился матросик Цилька. Да, Цилька? Скажи всем привет. Вот, Цилёк. Матросик. Жил под контейнерами. Мы его спасли. И вот теперь он у нас тут хозяйничает. Думали сначала, что это матросик. Оказалось, матроска. Сначала называли Мариком. Оказалось, что это Циля Марковна. Соня Израильный есть с Одессы. Теперь есть с Астаны. Циля. Я сначала хотел назвать Саулешка. Доча говорит, нет, нет. Короче, назвали Циля. Вот теперь у нас Цилька есть. Так, Цилька, садись. Садись, будем с тобой вести передачу. Итак, 5 октября 2024 года Королевский флот Новой Зеландии понёс первую потерю со времён Второй мировой войны. А что же там произошло? Страна ни с кем не воюет. Никто на неё не нападал. Давайте разбираться. По местам стоять, с якори сниматься. Погнали. В субботу вечером 5 октября 2024 года гидрографическое судно новозеландского флота H.M.N.Z.S. Манавануи. Такое вот интересное название. Во время исследования рифов в водах Кьюгот Самоа налетела, собственно, носами рифы, загорелась и затонула. Но обо всём по порядку. Давайте для начала разберёмся, что из себя представляет новозеландский флот. До 1841 года флота в современном понимании в Новой Зеландии не существовало. Первоначально безопасность осуществлял британский королевский флот. Но в 1846 году поселенцы купили свой первый сторожевой катер. Позже появилась так называемая флотилия Уай-Като, которая существовала с 1860 по 1865 годы. А в 1884 году правительство приобрело 4 новых миноносных катера. А с 1887 года финансировало постройку австралийских вспомогательных судов. Соседям помогали. В 1909 году Новая Зеландия даже профинансировала постройку линейного крейсера HMS New Zealand, который служил в составе британского королевского флота и участвовал даже в ютландском сражении. По морскому закону об обороне в 1913 году официально учреждены военно-морские силы Новой Зеландии в составе королевского военно-морского флота Британской империи. А старый крейсер HMS Philomel стал первым кораблем нового подразделения. С 1921 года эти силы включали в себя два крейсера и тральщик, получив название Новозеландский дивизион королевского флота. Когда Британия вступила в войну против нацистской Германии в 1939 году Новой Зеландии также объявила Германии войну. В знак признания Новозеландский дивизион, который включал в себя два крейсера едва шлюпа и был достаточно независимым, получил название Королевские Новозеландские военно-морские силы на английском Royal New Zealand Navy RNZN Ну, американцы Z говорят, британцы говорят Z. Даты создания считаются 1 октября 1941 года. Так, матрос Цилька нас покинула. Ты куда, Циль? Она пошла на свое место на кресло, короче. У нее там за креслом есть нычка, она там лежит, любит лежать. На сегодняшний день по бумагам у Новозеландского флота на вооружении 11 кораблей, ну, по бумагам, в рабочем состоянии находилось 6, теперь 5. Причина, ну, последние утопили корабль, причина банальная нехватка персонала, особенно не хватает высококвалифицированных морских инженеров. Так что, если вы владеете английским языком, являетесь морским инженером, можете поступить на Новозеландский флот. Ну, наверное, поэтому новозеландцы приняли программу DEI, но о ней я чуть позже расскажу. Какие корабли стоят на вооружении ВМС Новой Зеландии? Это два фрегата класса ANZAC, но фактически это экспертные версии немецкого фрегата Меку-200, который строил немецкая фирма Blom & Foss, входящая в концерн Тисен, но которую строили для флотов Австралии и Новой Зеландии. Значит, один называется ТКХ, по языка Маори переводится как сила или крутизна. Второй называется HMNZS Темана, что переводится как дух или вообще силы духа. Планировалось построить еще два фрегата, но бабок в бюджете не нашли. Также на вооружении есть шесть патрульных судов, два океанского класса, это Атаго, это название провинции в Новой Зеландии. Второй океанский это Веллингтон и четыре прибрежных судна это Хавеа на Маоре переводится как Мечта. Таупо Таупо я не знаю как переводится не нашел. Пукаки названия конечно смешные. Это был вождь племени Арава Иви в 18 веке которого замочили белые люди короче. И четвертый это Ротойки переводится как Маленький. Также было три судна снабжения ну в смысле смогательных судна вернее было три стало два это Кентербери это многоцелевое смогательное судно которое вступило в строй в 2007 году и Аутероа это танкер заправщик введенный эксплуатацией в 2020 году. Ну вообще переводится это так называется Новой Зеландии на языке Маори. Ну и третье судно о котором речь пойдет это Манавануи нас как раз оно и интересует вернее то что с ним произошло и почему. Немного я про него расскажу названия вообще новозеландском интересные. Все они из аборигенских языков из Маори флот Новозеландии называется Теопекатуа Ааотерауа хер вышепчешь а Манавануи с языка Маори означает стойкий или терпеливый Манавануи было водолазным и гидрографическим судном его построили в 2003 году ранену служило гражданским исследовательским судном в норвежской нефтегазовой промышленности построили его на верфи Миклибуст верфт назвали сначала его Эддефон порт приписки был Хаугисун это в Норвегии в декабре 2014 года Эддефон оно было зафрактовано компанией Рич Сапси норвежским поставщиком подводных услуг для нефтегазовых компаний выполняло оно исследовательские инспекционные работы в Северном море в феврале 2017 году судно было поручено осмотреть трубопроводы в Средиземном море между Алжиром и Испанией и в 2018 году судно было приобретено королевскими новозеландскими ВМС за 103 миллиона долларов ввели его в эксплуатацию 7 июня 2019 года при этом оно заменило два корабля гидрографическое исследовательское судно Resolution бывшее американское разведывательное судно которое в свое время следило за нашими советскими подлодками и водолазный бот А-09 который тоже назывался Манавануй планировалось приобрести новое судно но после того как в 2017 году финансирование проекта в размере 148 миллионов новозеландских долларов было перенаправлено на покрытие неожиданно высоких расходов на модернизацию двух фрегатов класса Анзак было решено вместо этого приобрести бэушное поддержанное судно чиновники министерства обороны Новой Зеландии они рассмотрели 150 судов прежде чем остановились на Эддафорн но правда они за него переплатили в два раза судно такого же класса где-то стоило около 50 миллионов новозеландских долларов но видать коррупция там есть как и на российском флоте правда не такая большая все таки в два раза это не такая сумма как принято в России когда у нас воруют не в два раза а в десятки раз превышают бюджеты Эддафон прошла первоначальное переоборудование на верфи Орсков-Ярд Фредерис-Хафене в Дании там переделали ангар для дистанционно управляемых подводных аппаратов а также установили специализированное оборудование включая новейший сонар эхолот систему спуска и подъемы для подводных лодок и шлюбалки его также перекрасили в цвет флота военного чем корабль уникальен там стоят краны до 100 тонн грузоподъемностью и есть огромная палубная площадка для груза площадью где-то 700 квадратных метров общая грузоподъемность 800 тонн экипаж корабля где-то 39 человек плюс оно может принимать 66 пассажиров в момент крушения на нем находилось 75 человек крестной матерью корабля стала премьер-министр Джасинда Адерн на момент ввода в эксплуатацию предполагалось, что корабль будет служить в составе ВМС в течение 15 лет Манавануи базировался на военно-морской базе Девенпорт первым командиром корабля был лейтенант-командер Энди Махоуни но, кстати говоря, он будет и в комиссию входить по расследованию этого всего дела о чем мы сейчас будем говорить после ввода в эксплуатацию Манавануи потребовалась дополнительная модификация для оснащения оборудованием связи и военным оборудованием первоначально эти работы планировалось завершить к ноябрю 2019 года но они были отложены из-за технических проблем и последствий пандемии COVID-19 ну все помним да не могли иностранные подрядчики приехать в Новую Зеландию во время пандемии вот поэтому задержка была также плохая погода способствовала и также трудности с установкой нового оборудования вот большинство модификаций были сделаны к середине 2020 года в 2021 году Манавануи прошел еще ряд модификаций и получил два новых двигателя в сентябре 2022 года Манавануи принимал участие в операции по разминированию боеприпасов времен Второй мировой войны на Тувалу но вообще вся эта модификация обошлась в 147 по-моему миллионов этих новозеландских долларов сначала 103 говорили ну вот так 9 декабря 2022 года командиром корабля стала командир Ивонны Грей о ней еще речь пойдет в феврале 2023 года Манавануи оказывал поддержку району Гизборна в Новой Зеландии по ликвидации последствий циклона Габриэль в том же месяце судно использовалось для перевозки трех тонн кокаина в Новой Зеландию который который был изъят полиции у наркоторговцев все наркотики утопили в Тихом Кене в ноябре 2023 года судно провело подводное обследование и утилизацию бомб Второй мировой войны на острове Ниуэ Фиджи и на островах Ниуэ, Фиджи и Венуату в 2024 году судно совершило три похода в юго-западную часть океана включая визиты на острова Кермадек Самоа Токилау и Ниуэ Свой последний поход судно вышло из Девенпорта 28 сентября 2024 года намереваясь вернуться в порт 1 ноября но 140-миллионное судно на базу не вернулось что же произошло как я уже сказал в субботу вечером 5 октября 2024 года Манавануи вело в воду к югу от Самоа гидрографические исследования рифов но на один из них оно и напоролось корабль был на расстоянии одной мили от берега капитан или капитанша приказала экипажу срочно эвакуироваться 75 моряков включая 7 гражданских это ученые и четверых военнослужащих других иностранных военных сил покинули корабль который загорелся в 6.40 утра потом он перевернулся и к 9 утра он затонул из-за сложных погодных условий спасательным шлюбкам потребовалось 5 часов чтобы добраться до берега одна из спасательных шлюбок перевернулась и моряки добирались до берега вплавь пешком в итоге 17 человек получили порезы и ссадины трое были доставлены в больницу причем один с вывихом плеча все что я сейчас скажу это мои догадки они построены на доступных мне материалах из открытых источников вот сейчас вы на карте видите маршрут судна от Новой Зеландии до самого и такое ощущение что оно как фигачило прямо так и прямо на рифе и приехало говорят что судно было обесточено и потеряло ход тогда возникает вопрос почему не бросили якорь к тому же как видно по карте течение должно было сносить судно от берега ну ветер тоже говорят был не такой же сильный но вот здесь также видно на карте что район где судно работало он был плохо промерен возможно судно и занималось промером глубин и гидрографическими работами странно что подошло так близко к рифам вернее хотя не странно мне уже не странно к Манавануи на расстоянии прямой видимости быстро подошли два судна лайнер Куэннер и французский кабель-укладчик Лотборг правда они быстро удалились когда получили сигнал от спасательной службы самого что они там все сами сделают еще такой нюанс вот вы сейчас видите гидрографическое судно Рейнер на нем вот видны катера для прибрежных исследований но на Манавануи в принципе такие катера тоже могли бы быть почему на них не вели исследования тоже странно опять же я не знаю я только гадаю Новозеландский флот сам по себе бедненький и вот возможно они вели работы для Самоанского правительства за бабки так сказать хотели зашибить дингу но нам об этом не говорят все в море случается всякое бывает природные факторы влияют и технические факторы влияют правда чаще всего человеческие факторы больше всего влияют но я считаю что основным фактором аварии стал результат новозеландской политики отбора военнослужащих на флот по программе DEI когда предпочтения даются не профессиональным качествам а так сказать нетрадиционным DEI переводится как Diversity Equity and Inclusion переводится разнообразие равенство и инклюзивность комментаторы из радио НЗ они объяснили назначение Грея тем что компетентность новозеландских ВМС она вторична а первична инклюзивность и приверзность либеральным ценностям то есть если ты гомик ой извините если ты значит с лицой интердиционной ориентации или лесбиянин тебе дадут предпочтение при назначении на должность на их флоте уже ходит шутка All Hands on Deck все руки на член но есть такая команда она звучит как All Hands on Deck свистать всех наверх переводится моряки говорят она наверное перепутала команду и подала команду All Hands on Deck поэтому он утонул то есть фактически военным кораблем командовала открытая лесбиянка причем не я это говорю об этом пишут западные газеты бывшая училка не имеющая профильного военно-морского образования никогда не командовавшая военным кораблем ну к тому же гражданка Великобритании ну я уже сказал какую зовут командор Эмон Грей пару слов об этой бабенке нужно сказать родилась она в городе Харрегет в северном Йоркшире в Англии намеревалась стать учительницей и даже получила степень бакалавра педагогических наук с отличием но поменяла карьеру так как в Йоркшире не было свободных рабочих мест по профилю подалась на флот правда опытной морячкой назвать ее можно очень с большим трудом она прослужила хотя 19 лет в британских ОМС и даже выходила пару раз в океан на разных типах кораблей даже на авианосце но в основном выполняла бумажную работу короче занималась всякой херней в 2012 году Грей как сообщает местная газета переехала в Новую Зеландию со своей женой как она сказала ей понравились виды Новой Зеландии но на британском флоте ей корабль не доверили а на Новозеландском оказывается это расплюнуть и в декабре 2022 года ее назначили командовать военным кораблем Манна Вануи не знаю что он там кому лизал или может быть ей кто-то лизал но до этого на капитанском мостике его никогда не стояло западные СМИ разделились на два лагеря одни давай парафинить этот вот Новозеландский флот один из критиков он написал корабли стоимостью 140 миллионов долларов не игрушка теперь у нас на руках экологическая катастрофа вызванная теми самыми людьми которые как всегда плачут об окружающей среде дело в том что после того как судно затонуло там образовалось огромное пятно солярки судно везло 950 тонн солярки и это пятно протянулось на многие мили премьер-министр или исполняющий премьер-министра самого Туало Теваго Йосефо Понифасио хрен вышепчешь уже предъявил претензии премьер-министр Новой Зеландии Кристоферон Люксуном по поводу экологической катастрофы которую устроила калебьянка вот как сама капитанша писала катастрофу изданию NZ Herald мои самые худшие фантазии стали реальностью видимо сучка подозревала что рано или поздно она утопит корабль однако командующий МС контр-адмирал Гарин Голдинг он встал на защиту своей подчиненной оно и понятно подставляя ее он подставляет и себя он заявил что капитан приняла правильное решение приказав экипажу покинуть судно и вообще эвакуации корабля ночью невероятно сложная и опасная задача добавил контр-адмирал но кто бы сомневался кто бы правда это довел министр обороны в Новой Зеландии Джудит Коллинз баба созвала специальную конференцию пресс-конференцию на которой она тоже проявила женскую солидарность этой Грей несмотря на то что та считает себя не совсем женщиной значит министр говорит тот факт что никто не погиб был триумфом честно говоря учитывая очень сложные обстоятельства ну комментарии двум излишне правда на дно ушло 147 миллионов новозеландских долларов и на следующий день после того как корабль затонул правительство начало расследование была создана специальная комиссия главой комиссии по расследованию поставили тоже бабу она правда не лесбиянка есть муж но она маори то есть надсменка ну это тоже программа DIY в действии я не против женщин на флоте но я против политики назначения не по профкачествам а по степени дискриминации зовут ее коммодор Мелисса Росс она бывший зам командующего МС Новой Зеландии другими членами комиссии стали капитан Эндрю Махони про него сказал да этот бывший командир Манавануи капитан Джон Макуиллем из МВС Новой Зеландии и капитан Дин Батилана из МС Австралии ну наверное чтобы все таки была она беспристрастной контр-адмирал Голдинг заявил что некоторые части расследования будут публичными а другие например те где обсуждаются коммерческая конфиденциальная информация будут конфиденциальными ну короче есть что скрывать на ютюбе есть один интересный чувак он расписал пирамиду дискриминации по которой как он считает назначают на должности ну не только видать в Новой Зеландии но и в США там не знаю в Австралии в Англии вот как выглядит эта пирамида ну внизу вы видите белых мужиков у них коэффициент дискриминации ноль но их никто не дискриминирует затем идут белые женщины у них коэффициент дискриминации плюс один потому что их дискриминируют мужики наверное затем идут инвалиды но на английском языке переводится как disabled это люди с ограниченными способностями мы переводим как инвалиды но вот это вот Ивон Грей она наверное инвалид в очках значит у них коэффициент дискриминации плюс два после них идут жердяи это люди с избыточным весом если у тебя избыточный вес то тебя наверное скорее всего возьмут куда-то затем идет особая категория у которых коэффициент дискриминации удваивается ну например негры у них коэффициент не четыре а восемь ну правильно сказать наверное black people ну на русском языке негры потом идут негры женщины или черные женщины у них коэффициент не пять а целых десять и после них идет лгбт сообщество у них не шесть коэффициент а сразу двенадцать ну давайте теперь считать если суммировать очки нашей героини то она получит как женщина получает плюс один как инвалид очки плюс два ну не инвалид а лицо с нарушенными с ограниченными возможностями и как лесбиянка плюс двенадцать в итоге у нее рейтинг плюс пятнадцать замечательный кандидат наверное поэтому назначили но если бы наверное меня выбирали в австралийский или в новозеландский флот значит очки я ношу значит плюс сколько плюс два у меня есть и я еще цветной да ну не белый я азиат как это руссо казакко ну наверное бы уступил бы это если бы наверное был бы педиком то наверное меня взяли бы в этот самый новозеландский флот причем министр обороны новозеландии уже заявила грей утопила корабль не как женщина лесбиянка это вообще как уже пытаются ее отмазать затоплением и на вануи привело к тому что женщины военные морячки стали подвергаться оскорблениям в интернете и в новой зеландии и в сша и в других англоговорящих странах и лично командор грей также подверглась оскорблением со стороны онлайн комментаторов и также была обвинена в том что была нанята из-за ее пола 10 октября министр обороны новозеландии Джудит Коллинз она осудила эти действия называла их глубоко тревожным женоненавистническим повествованием командующий ВМС контр-адмирал Гарри Голдинг также призвал прекратить атаки на женщин но стоит сказать что баба это не первая и не последняя на флоте мужики долго сопротивлялись появлению женского пола на военном флоте но феминистки как говорится победили на гражданском флоте женщины давно так например в СССР была Анна Ивановна Щетинина она была первая женщина в мире вообще капитан дальнего плавания герой соцтруда также была Валентина Яковлевна Орликова это вообще первая в мире женщина капитан большого морозильного рыболовного траулера а также была капитаном китобойного судна тоже герой социалистического труда ходила штурманом и помощником капитана на международных рейсах во время Второй мировой войны первой бабенкой на военном флоте была норвежка Солвей Крей она стала командиром подводной лодки Коббин 11 сентября 1995 года она приняла командование этой подводной лодкой и стала первой в мире женщиной командиром боевого корабля также первой женщиной командиром подводной лодки в истории дослужилась она до капитана третьего ранга до КАП-3 ушла на пенсию слава богу без аварий правда в аргентинском флоте была бабенка Элиана Мария Кравчик она была в звании капитан Де Корбета когда получила под свое командование подлодку Сан Хуан которую она благополучно утопила 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуя к месту своей постоянной дефлокации вместе с ней утонуло погибло 44 члена экипажа в британском флоте первым командиром женщины военного корабля стала Сара Уэст родилась в 1972 году она стала командиром звания лейтенанта командора получила под свое начало фрегат Портленд но правда ее потом уволили с позором с флота в американском флоте Эми Бауэрншмидт приняла командование авианосцем Авраам Линкольн в августе 21 года вообще у этой тетки интересная судьба она вертолетчица ну правда образование у нее профильное она прошла все ступеньки морской карьеры для того чтобы стать командиром авианосца вот она звание у нее контр-адмирал но тетка действительно молодец ее читаешь там этот послужной список она действительно прошла все ступени которые нужны для того чтобы стать командиром авианосца как бы я не сомневаюсь в ее назначении в Китае есть тоже женщина командир корабля 40-летняя Вейхуйсяо которая была назначена сначала исполняющей обязанности командир эскадренного миноносца Джэньчоу и сейчас она уже командир корабля она закончила Нанкинский университет по специальности метеорологии после чего 4 года работала в Шэньчжэне на административных должностях потом работала учительницей на Тибете ну наверное там она для партийного стажа нарабатывала трудовой стаж короче зарабатывала и в 2008 году она перешла на научную работу в университете Суньяцена в Гуандуне где получила степень доктора наук в октябре 2010 года она обратилась лично к руководству ВМС Нуак поступила на службу ВМС Нуак где сделала быструю карьеру была даже командиром БЧ штурманского БЧ на бывшем авианосице Варяг ну Ляонин называется на первом китайском авианосице Ляонин потом была старпом на эсминце Чанчунь и вот потом ее назначили на эсминце Чанчжоу В России на военном флоте женщины пока только доросли до должности командир катера вот ефрейтор Анна Брикес она является командиром катера П-834 у нее в экипаже есть старший моторист ефрейтор Ольга Чулкова и рулевой сигнальщик матрос Юлия Курочкина но вспоминаем фильм Берегите женщин там тоже был буксир и там экипаж состоял из женщин в Индии есть женщина командир фрегата Трикант кстати говоря построенный в России вот ну то есть видно что женщины пробиваются наверх правда их меньшинство слава богу но если резюмировать раз пошла такая пьянка то я не против службы женщин на военном флоте но считаю если вы пошли на флот никаких поблажек вам не должно быть вы теперь не женщина вы военнослужащий помимо капитана лесбиянки на новозеландском флоте служат 23% женщин военнослужащих вот тут вы сейчас видите на картинке четырех подружек в день женский день они тут празднуют трое из них уже накосячили это вот сама Ивон Грей утопила корабль стоимостью 147 миллионов вторая вот бабенка Фиона Джеймсона нанесла ущерб флоту 200 тысяч долларов третья находится под следствием ее зовут Бронвин Хенсло такая вот мужикоподобная но они все такие страшные причину почему она под следствием нам не озвучивают ну и четвертая молоденькая пока еще ничего не натворила Самара Манкиловую зовут если мы вернемся обратно к Мановануи стоит сказать что как сказал исполняющий обязанности премьер-министр самого Тевага Юсефе Понифасио он сказал что Мановануи не подлежит восстановлению и затонул вот все хотя наверное поднимут но дальше больше министр финансов Новой Зеландии Николай Уиллис он признал что затонувшее судно не было застраховано поэтому очевидно нам придется изменить эту практику в будущем что потребует затрат это вот цитирует министра газета Ньюсток но исторически сложилось так что не страховали суда Новой Зеландии из-за неповерной стоимости но интересно что Новой Зеландии входит в британское содружество нации которое возглавляет наверное один из самых богатейших людей планеты а именно король Карл Третий а тут как-то денег не казалось на кораблик но вот так вот идиотская политика новозеландских властей ДИИАй привела к потере военного корабля стоимостью свыше 140 миллионов долларов поэтому прежде чем ругать российский флот давайте смотреть что творится на других флотах и сравнивать если хотите знать больше о современных флотах о флотах прошлого о парусных флотах то подписывайтесь на мой канал кто хочет помочь развитию канала реквизиты сейчас видите на экране я буду рад любой помощи 17 тысяч подписчиков это я считаю неплохой результат я вообще не планировал что наберу столько думал ну наверное тысячу наберу поэтому любая финансовая помощь она идет на развитие канала и чем больше она поступает тем чаще я могу выходить в эфир заранее всем моим донатерам огромное спасибо также спасибо всем моим комментаторам и тем кто поддерживает меня на этом у меня все с вами был капитан врунгель до новых встреч пока жил отважный капитан он объездил много стран и не раз он пороздил океан раз 15 он тонул погибал среди акул но ни разу даже глазом не моргнул и в беде и в бою напевал он всюду песенку свою надфина акул на песенку на песенку и в гости акул песенку и в гости